Здравствуйте! В эфире программа «Правовое поле». В студии с вами Елена Казанцева, старший помощник прокурора Ненецкого автономного округа по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью. Сегодня мы поговорим о состоянии законности в сфере противопожарной и антитеррористической защищенности объектов социального назначения, а именно детских образовательных учреждений, учреждений социального назначения, учреждений с круглосуточным пребыванием граждан. О противопожарной безопасности объектов социального назначения, о результатах проверок, проведенных прокуратурой округа, мы поговорим с прокурором отдела по исполнению федерального законодательства Карельской Аленой Геннадьевной. Алена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Алена Геннадьевна, начнем мы, наверное, с правового регулирования в данной сфере. Скажите, какими нормативными актами регулируются правоотношения в данной сфере, в сфере противопожарной безопасности? Основополагающими законодательными актами в обеспечении пожарной безопасности являются федеральный закон о противопожарной безопасности, который устанавливает основные общеправовые экономические основы пожарной безопасности в Российской Федерации, также федеральные законы о добровольной пожарной охране и технический регламент обеспечения пожарной безопасности. Кроме того, с 1 января 2021 года вступили в силу правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства, которые определяют порядок действия людей при пожаре, а также порядок организации объектов защиты в обеспечении пожарной безопасности. Какая ответственность предусмотрена за нарушение в области законодательства противопожарной безопасности? Какие наиболее типичные нарушения допускаются учреждениями социального назначения в данной сфере? К распространенным нарушениям можно отнести размещение на путях эвакуации различных предметов, которые препятствуют безопасной эвакуации, наличие огнетушителей с истекшим сроком годности и отсутствие необходимой документации, предусмотренной действующим законодательством. Какие меры приняты прокуратурой по результатам проведенных проверок? По всем выявленным нарушениям прокуратуры округа внесены акты реагирования, которые в настоящее время находятся на контроле прокуратуры. Если гражданам стало известно о нарушениях закона в сфере противопожарной безопасности, куда следует им обратиться в данном случае? Государственный пожарный надзор на территорию округа осуществляет отдел надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу. Соответственно, если гражданам либо юридическим лицам стало известно о нарушении требований пожарной безопасности, они вправе обратиться в данный отдел путем подачи письменного обращения, либо по средствам электронной почты. Спасибо, Алена Геннадьевна. Спасибо. Из социально значимых объектов у нас на территории округа зарегистрировано три организации. Это послезерский дом-интернат для престарелых инвалидов, это детский дом для детей, оставшиеся при причине родителей, и центр социального обслуживания населения округа. Значит, на этих объектах скажу сразу, что у нас пожаров не зарегистрировано. В отношении двух организаций у нас проведены в этом году проверки. Там, где были выявлены нарушения, были составлены административные протоколы, отличные административные ответственности, вручены предписания для устранения нарушений, определены сроки устранения этих замечаний. Ну, конечно, наша работа не ограничивается только надзорной деятельностью. Почему мы и называемся, наше подразделение, отдел надзорной деятельности и профилактической работы. Профилактикой мы также плотно занимаемся. То есть, в первую очередь, это консультирование должностных лиц, руководящего состава этих объектов. И, наверное, следует отметить, что в условиях пандемии снижаем контактность с персоналом, а также нашего личного состава. Используем дистанционные средства работы. Ну, как минимум, это электронная почта. Больше консультаций даем по средствам телефонной связи. То есть, какие-то документы нам направляются на электронную почту, мы их рассматриваем. Ну, как, например, декларации по пожарной безопасности, определенные распорядительные документы, инструкции. Также все это проходит через наш отдел. И консультируем руководителей таким способом. О соблюдении законодательства в сфере антитеррористической защищенности нам расскажет помощник прокурора округа по надзору за исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму Воронин Евгений Вячеславович. Евгений Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и по следующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов. Расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических организаций, использование международными террористическими организациями этно-религиозного фактора. Все эти проблемы нашли отражение в указах Президента РФ «Концепция противодействия терроризму в РФ» и «О стратегии национальной безопасности РФ». Правительством РФ утверждены обязательные требования антитеррористической защищенности объектов образования, медицинских учреждений, объектов социальной сферы. Органами исполнительной власти округа проводится определенная работа по укреплению антитеррористической защищенности и повышению безопасности на территории региона. Прокуратура округа совместно с региональным управлением Росгвардии и отделом Федеральной службы безопасности на постоянной основе осуществляются проверочные мероприятия в данной сфере. Устранение выявляемых нарушений закона находится на контроле прокурора округа. Спасибо, Евгений Вячеславович. Управление Росгвардии по Ненинскому автономокругу участвует в обеспечении безопасности социальных объектов, также в комиссии по обследованию и категорированию образовательных учреждений. В настоящее время ряд объектов уже находится под централизованной охраной войсконоциальной гвардии. Заключены договора об эксцена вызове группы Небельной региональной Росгвардии. Это подразумевает установку на объектах кнопок тревожной сигнализации с выводом сигнала тревога на пульсе реализованного наблюдения отдела Небельной охраны. В настоящее время нами подготовлен ряд рекомендаций по повышению уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений округа. С начала 2021 года в Ненецком автономном округе сотрудники РУФСБ России по Архангельской области провели мероприятие по изучению эффективности антитеррористической защищенности на 14 объектах. Так, сотрудниками РУФСБ с учетом предоставленных полномочий изучались меры по антитеррористической защите, принимаемые объектами образования, торговли, транспорта, топливно-энергетического комплекса связи, а также органами государственной власти и управления во исполнении федерального закона о противодействии терроризму. Результаты показали, что работа по повышению безопасности администрациями учреждений в целом организована. Вместе с тем, в целях увеличения эффективности принимаемых мер органам безопасности даны соответствующие рекомендации по надлежащему исполнению установленных требований законодательства в сфере противодействия терроризму. В адрес руководства организации учреждений в качестве меры профилактики РУФСБ внесены представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности. Необходимо отметить, что важным аспектом работы спецслужб и правоохранительных органов по своевременному выявлению, предотвращению и пресечению опасных преступлений является взаимодействие с населением. Напоминаем, что в РУФСБ России по Архангельской области действует телефон доверия. В случае получения информации о готовящихся преступлениях либо обнаружения иных настораживающих признаков, просим своевременно информировать органы безопасности по телефону 218-387, код города 8182. РУФСБ 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 Управление Росгвардии или на телефон доверия отдела Федеральной службы безопасности. Берегите себя и своих близких. На сегодня это все. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин